Сколько на территории района машин КДМ и грейдеров? На территории района 4 грейдера, 6 КДМ, 3 МТЗ, 1 экскаватор, 3 погрузчика. 2 погрузчика. Запас пескохозяйственной смеси 100%. Роман Сергеевич, держите на контроле ситуацию на районе. Если здесь мы видим, что Технадзор не справляется, направите сюда специалистов отдела контроля качества, управления автомобильных дорог, своих заместителей и сами лично ездите. Хорошо? Хорошо. Получаем много желат через систему инцидент-менеджмента, через нашу диспетчерскую о том, что не всегда подрядные организации своевременно чистят дороги. Выйдя на эту дорогу, мы видим, что здесь грейдер с профилировочными ножами был давно, две недели назад. Есть дефекты в виде колеи на снежном накате, гребенка. Замечания подрядчику были высказаны, ситуация будет исправлена. У нас есть регламентные сроки расчистки дорог. Как правило, это 6 часов после прохождения снегопада. За это время подрядчик должен привести в порядок дороги, по крайней мере, вести безопасность. Дороги, которые содержатся под накатом, мы требуем, чтобы как минимум раз в неделю они профилировались, для того, чтобы была обеспечена ровность и отсутствие гололеда на проезжей части. Срок выполнения предписания, как правило, это несколько суток с момента выставления. Посмотрим, как содержатся наши региональные дороги. Если будут какие-то замечания, будем направлять их подрядчику для незамедлительного реагирования. А также будем предъявлять штрафные санкции в случае, если будут нарушаться те или иные регламентные сроки. Ситуацию стараемся поддерживать, невзирая на большой объем снегопада, который буквально на последней неделе завалил все дороги. На территории Вологодской области работают круглосуточные диспетчерские службы, как по региональным, так и по федеральным дорогам. Телефон нашей единой службы, которая по региональным дорогам, 54-62-02. Информация о других службах располагается как на сайте Департамента дорожного хозяйства, в официальной группе ВКонтакте Департамента дорожного хозяйства, на сайтах владельцев других дорог. Поэтому можно все найти в интернете, звоните, обращайтесь, и диспетчер возьмет в работу любую заявку, любую жалобу, которая будет отработана.